Матин Торнадо против Давида Лобана Торнадо? Почему? Потому что он нравится мне, у меня с ним хорошо знаком, взрывной. Он-то давно не дрался, правильно? Надеюсь, простой не скажется, но я с сердцем за него болею. Был по крайней проспекту Сидоренко против Джамбо? Не смотрел проспект, знаю Джамбо, техничный боец, дистанцию хорошо чувствует, думаю, Джамбо разберет. Камни-дробитель с проспекта против Ивана Мастака-Нушкина. Я не смотрел Камни-дробителя, Мастака знаю, думаю, Мастак разберет тоже. Ф-1 бас-мач. Интересно. А если 50 на 50 просто сказать так, можно говорить или надо конкретно закончить? Какого-то голос отдавать. Постараться надо выбрать кого-то. Если F-1 дистанцию сможет, на дистанции сможет держать бас-мача, то F-1. Если нет, если бас-мач свою игру навяжет, то бас-мач. Касталон Варвара, без предвзятости. В 64 же дерутся? Касталон. Это не Варвара, ему тяжело будет после высоконки. Думаю, Касталон схавыли его. Идем к самому интересному. Кантемир Калашоков будет драться против дебютантов в топ-док, но уже известным Васифом Абасовым. Васифа не знаю, но смотрел его бой с Шамилем. Думаю, это Кантемир. Это не тот, не того уровня боец для Кантемира, я так считаю. Почему? Потому что он на голых кулаках не дрался же, правильно? А голые кулаки – это вообще не кентус. Это совсем два разных вида спорта, можно сказать. Ебошир Хан. Ебошир. Иса Тандовский против Чибиса. Без предвзятости. Тандовский? Ну, разный уровень. Тем более, Чибис тоже давно не дрался. Он же вообще давно не дрался, правильно? Два года, полтора года, да? Ну, думаю, Тандовский. Тандовский постоянно, почти каждый турнир дерется. Из-за этого считаю, что Тандовский. Тандовский против Хана. Ну, по-моему, Хан. Иса Тандовский против Чибиса. Ну, Чибис. Павел Шелест против Иссы Палача. Палач, по-моему. Костолом против Варвара. Варвар. Ф1 против Басмача. Басмач. Макс Бармин против Ильярова. Руслана. Не знаю. Давид Лобан против Торнадо. Матина. Джамбо как раз кто устроил перепалку против Сидоренко. Ну, Сидоренко знаю, но я думаю, Джамбо. Он матерый парень. Камнедробитель против Ивана Нушкина по прозвищу Мастака. Мастак. Ф1 Басмач. Басмач. Хан Ебошер. Тандовский против Чибиса. Чибис. С Чибисом знаком. Достаточно хорошо. Но Чибис выиграет в том случае, если пройдет хороший лагерь. Хорошо подготовится. У него все есть для победы. Желаю ему удачи. Гасталом. Холин Вангер. Сложно сказать. Оба парня меня импонируют. Я думаю, 50 на 50. С точки зрения, вот если анализ такой технический сделается, вот кто за счет чего и у кого больше сенс? Опять же, все зависит от подготовки. Я же не знаю, как они готовятся. Поэтому я делаю вывод с этого. Если они подготовятся оба одинаково, то будет такой же результат. 50 на 50. То есть. Сложно распускается в 64. Тем более, он гоняет вес. Видишь, процент падает тогда для выбиша. Я надеюсь, он нормально сгонит вес и он победит. Макс Бармин против Алиярова Руслана. Алияров Руслан. Никита Никитин против Близнеца. Никита Никитин, это который вот на крайнем турнире дрался. Слушай, Никита Никитин. Давид Лопан против Торнадо. О, Торнадо. Сидоренко против Джамбо. Сидоренко, Саня. Потому что я даже с ним очень давно, мы очень часто работали в парах и я знаю, на что способен этот парень. Он очень хороший. Король, это 85. Я знаю, да. Против депутанта из РССи Магомедов. Магомедов. А он дрался уже в РССи? Да, на тебя в тяжелом весе проиграл на кулаках. Этому Маркелову? Да. Маркелову проиграл, я понял. Слушай, король. Король. Ф-1 против Пасмача. Бля... Я думаю, Ф-1. Костолом Варвар. Бля... Такое, конечно. Варвар, ну, за счет, конечно, он будет очень большой в этом весе. Блядь, Костолом. Ну, я думаю, что все-таки Костолом заберет за счет того, что мне кажется, что Варвар устанет все-таки. Потому что весогонка дает у себя, знаете, такая большая. Шелест Палач. Шелест. Васив Аббасов из Казахстана, который недавно выиграл. Я знаю, да. Против Кантемира Калажокова. Думаю, что Кантемир заберет. У него намного больше опыта. Хотя вот этот Васив, он вроде левша. Такой, ну, думаю, все-таки Кантемир. За счет опыта он заберет его, разберет. Тандовский Чибис. Бля... Калян может удивить. Я думаю... Ну, думаю, все-таки... Ну, что-то вот есть такой Калян заберет, я думаю. Максим Бармин. Он много раздрался на проспекте. Против Руслана Альярова. 59 килограмм. Не знаю. Не видел. А, Матина я знаю. А, надеюсь, что Торнадо выиграет. Подождите. Лобан Торнадо? Лобан Торнадо. Думаю, Торнадо. F1 бас-мач. Они тоже будут браться, да? Уууу... Если бас-мач не будет грязно там браться. Головой махает. То F1, возможно, выиграет. Костолом против Колина Варвара. Костолом... Костолом. Ты же, да? В какой веслое вы? Селись против Палача. Думаю, Палач. Васиф Абасов против Кантемира Коложокова. Конечно, Кантемир. Тандовский Чибис. Да, тут 50 на 50. Профессионал, просто разбери сильные с главной стороны. Старайся найти говаритов. Тандовский? На Чибис сколько не дрался уже? Максим Бармин. Он дрался три раза на проспекте. Против Руслана Алиярова. Алияров, Алияров, Алияров. Близнец, это друг Шиша. Он боксировал на проспекте с Валерием Заботиным. Против Никиты Никитина. Никита Никитин выиграл нашего пацана на проспекте. На Тупдоге 21 недавно. Никит Никитин хороший. Мне кажется, он заберет. Давид Лобан, это старая школа Тупдога. Он игрался на третий, четвертый, пятый турнир. Против Матина Торнадо. Матин. Сидоренко против Джамбо. Джамбо тоже будет. Ну, Джамбо, наверное. Камни Дробитель. Он дрался на проспекте. На десятом, если не ошибаюсь. Против Ивана Нушкина Мастака. Мастак. Костолом против Варвара. 64. А, да? Ничего себе. Костолом. Я за Костолом. Шелест против Палача. Палач. Дебютант, но всем известный, Васиф Аббасов. Против Кантемира Калажокова. Кантемир. Тандовский против Чибиса. У Чибиса простой, долгий. Мне кажется, тяжело ему дастся. А Тандовский. Чуть ли не каждый турнир может кодереться. Мне кажется, Тандовский заберет. Матин Торнадо против Лобан. Наверное, честно даже не знаю. Я думаю, наверное, Лобан, наверное. Я думаю, он. Сидоренко, который буквально недавно дебютировал на проспекте, показал отличный бой против Джамба. Не знаю. Не могу сказать. Камни-дробитель. Это проспект. У досрочного соперника против Ивана Нушкина Мостака. 70 кг. Первого не знаю. Камни-дробителя Мостака. Видел бои. Не знаю. На этом Мостак. Я по один против Басмача. Наверное, я выберу Басмача. Палач. Палач. Васиф Абасов против Кантемира Калажокова. Кантемир. Я видел бой просто Васифа. Ну, мне кажется, Кантемир пройдет легко. Ебошир против Хана. Здесь интересно. Я, конечно, болею за колена. И предпочтение тоже отдам, наверное, ему. Иса Тандовский против Чибиса без предвзятости. Ну, Чибис давно не дрался. Тандовский активный боец. Я думаю, Тандовский. Тандовский давно уже всем показал и доказал. Все, круто. Мотов. Макс Бармин против Руслана Алиярова. Кто это? Я что-то, по-моему, ни одного не знаю. Никита Никитин. Кто выиграл наимовского бойца на крайнем турнире? А, понял. Блин, сильный чувак. Наверное, вот этот Наим. Никитин. Никитин, да, вот этот. Давид Лобан, старая школа Дмитриевской дружины, друг Валеры Заботина. Против Торнадо, Матина. Блин, мне Торнадо очень нравится. Я на него бы поставил, да. Сидоренко, кто дрался на крайнем проспекте, ярко заявил о себе. Против Джамбо. Я, наверное, не видел этот бой. Красный штанах. Сидоренко. Который… А, учитель? Он там, учитель шахматом, что-то такое было. Не, слушай, я не помню, не знаю. Наверное, Джамбо. Как бы техничный парень и левша. С левшами неудобно, я по себе сужу. Проспект. Боец, который на 10-ом проспекте дрался. Камни-дробитель. Против Ивана Нушкина Мастака. Мастак. Ну, он же на опыте идет на череде победы. Я думаю, он прям уверен все. Ф-1 бас-мач. О, крутой бой. Такой мастерский, наверное, будет. Даже не знаю. Может… Ф-1, по-моему, повыше, подлиннее. И вот Хан использовал свою антропометрию. Может быть, и у него получится. Наверное, Ф-1. Шелест против Палача. Шелест против Палача. Шелест против Палача. Ну, это круто. Не, и тут не буду даже прогноз задавать. Это вообще непонятно. Дебютант, но многим известен. Васип Аббасов против Кантемира Калажокова. Зачем по? Калажоков. Ну, пока все не дал шансов усомниться. Ибо Шерхан. Блин, вот это вообще… Нет, тоже без прогнозов. Не знаю. На Каляны коэффициенты хорошие. Там прямо за треху. Я бы подумал тем, кто ставит. Ну, всякое может быть. Панчер с обоих рук. И, ну, это всегда… Не знаю, как сложится. Исат Андоский против Чибиса. Зря Колян сразу с ИСы начал. Я так считаю. Ну, и как, наверное, у меня и не многих. Надо бы ему разогреться было с кем-то. Со мной, может быть. Вот. Хотя потом, может, и до ИСы бы не дошло. Но… ИСа, наверное, ИСа. Всё.